Ребята, всем привет! Меня зовут Юлия, это моя лучшая подруга Вася, блогерша, инстаграммища, просто красивая девчонка Карина Каспарян. С нашей инстаграма внизу Вася, там привет. Я не Вася. Что вам не нравится? Слава тоже говорит, я не Вася. Я говорю, а, ну да. Ну, нравится мне. Вы все мои Вася. Кто реально Вася, напиши в комменты. Ладно, сегодня на моем канале выходит Пушка, которую мы снимали для канала Карины обычно. Но мы решили сделать такое маленькое исключение сегодня. На Каринином канале сейчас выходят другие видео из Лондона, другие-другие влоги классные. Поэтому мы решили снять Пушку для моего канала, но в основном, наверное, это будет больше творяться. Ну, мы можем и сами себе эти хозяева. Точно. Пушки обычно мы красимся, болтаем, что-то обсуждаем, какие-то насущные темы. У нас есть уже сколько-то там тем, пять, которые мы выписали, на которые мы хотим поболтать. Но по ходу событий, по ходу видео мы о чем-то еще вспомним. Также в инстаграме я спросила у вас, о чем вы хотите, чтобы мы поболтали. Так что, начинаем. Ну, мы будем краситься. Это просто подкаст, в котором мы красимся, обсуждаем дела, как подружки. Мы подружки, вы подружки. Или друганы. Вот. Вот. Вряд ли, конечно, пацаны прям сидят и смотрят видео, как мы красимся. Но, может быть, вы слушаете на фоне. Поэтому будет много интересного и для парней, и для девочек. Тут же вот не важно, как мы красимся. Здесь просто сам факт. Не важно, поэтому я уже наполовину накрашена. Но на самом деле, просто мы это видео снимаем не сам в утро. У меня кожа проблемная, которой я немножко стесняюсь. Не хотелось бы прям все сейчас болячки показывать. Кстати, по поводу моей кожи. Из-за того, что сейчас я ее лечу, кремом мажу, который, в общем-то, вроде как мне помогает. Я вижу от него результат. Пока не буду ничего называть, потому что хочется увидеть, что реально помогло. Какие-то там результаты увидеть, чтобы потом уже советовать, если что, и рассказывать, что у меня было. Все равно такие вещи очень индивидуальные. Считаю, лучше идти к врачам по таким моментам. Вот. И из-за того, что я начала мазаться, у меня еще больше все высыпало, потому что кожа выталкивает всю вот эту вот грязь. И все это я, все вы видите. Но ничего. Я все равно буду краситься. Я сегодня хочу намазюкать себе тени. Не знаю, как получится. Кстати, у тебя же тоже много классных теней. Может, я у тебя какие-то еще возьму? У меня есть две крутые палетки. Давай. Ой, какая. Пойми. Это попроще. О, вот эта мне нравится. Какая натуральная. Натурель, да. Да. Такие хорошие палетки делают. От чего я начну? А прям с теней я и начну. Ну что ж, первая тема. Мы сегодня прониклись тем, чтобы поболтать с вами что-то связанное с путечайствием, языком. Так как на носу у нас 1 сентября, 2, ну, короче, учебный год, мы подумали... Уже все это случилось, дорогаша. Да, знаю. Уже 1 сентября не на носу, но уже и там... Ну, начало учебного года, моя хорошая. И поэтому давайте... Не нервничай. Поэтому давайте обсуждать что-то подобное. Может быть, ЕГЭшки всякие. Ой, да. Языки, там, не знаю. Вот это все, короче. Ну, какое время года, такая и тема. Ну, так что не обессудьте. Но это тоже, я считаю, интересно. Ну, как тебе опыт обучения в Лондоне? Поскольку ты училась в Америке когда-то, я поэтому спрашиваю, как вообще разница есть, где лучше, заметила ли ты разницу? Вообще, как тебе учиться, ну, за границей, там, в Лондоне? За границей учиться офигенно. Там сложно учиться именно в универе, вот, изучать какие-то предметы. Но английский изучать там просто одно удовольствие. Потому что обучение происходит с носителем. И что может быть лучше, чем слышать чистую речь, когда ты уже, ну, достаточно знаешь, чтобы понимать все, что тебе говорит преподаватель? Потому что когда ты сам уже неплох, вроде бы, тебе, конечно, хочется какой-то level up, и чтобы препод был носителем. Поэтому это круто. Поэтому неважно, ты в Лондоне или в Америке. Мне и там, и там очень понравилось. Единственная разница, в Англии ты слышишь британский акцент, в США американский. И то, и то мне очень нравится. Это всё рай для моих ушей. Единственное, вот это, наверное, отличие и всё. Поэтому я вам советую, если вы хотите изучать куда-то, ехать английский, то вы можете это сделать и туда, и туда. Я уверена, что вы не разочаруетесь. Вы должны именно куда вам ближе, по культурным ценностям, может, каким-то туда ехать. Конечно, в США поездку свою я люблю больше, что мне было тогда 17 лет. Я тогда была такая, типа, вообще крутая. Полетела в США без родителей. Не знаю, как меня родители вообще отпустили туда, через океан. Получить визу было очень сложно. Мы сделали это, Вася. Вот, а я сначала тебе говорю. Все Васи сейчас меня поняли. Как не упомянуть Васю? Ну, я же тоже училась в Англии. Три недели, мои хорошие. И ты знаешь, мне понравилось. Ещё такой момент. Мне почему-то с носителем легче заниматься английским, чем с неносителем. Потому что перед неносителем английского языка человека, который по-русски меня понимает хорошо, мне как будто бы не то, что стыдно, но я как будто бы больше стесняюсь сказать что-то неправильно. Потому что он мне говорит, начнет говорить, ой, да не переживай на русском, всё получится. А мне хочется, чтобы на английском меня прям учитель говорил, давай-давай, там по-другому, что ты хочешь туда-сюда. Нет, мы не против учителей любого языка, знаете, в плане ничего страшного нет, что русский человек преподает английский. Это наоборот круто. Начинать с другого как бы нельзя. Ты не можешь прийти сразу к носителю и такой типа hello, давай я буду тебе на русском зверь. Поэтому и то, и то важно и нужно, но настает момент в твоей жизни, когда ты уже типа на хорошем уровне, когда ты просто хочешь взять и заниматься с носителем. И вот в такие моменты ты понимаешь, что так как ты не можешь постоянно находиться в США или в Англии, есть спасатели. Вот, например, у меня сегодня был первый урок именно с носителем на Skyeng платформе. Ты про неё знаешь. И это офигенно, потому что ты можешь за маленькие деньги перенести к себе в город, неважно, где вы живёте, просто Англию или Америку преподаватели тебе могут найти из любой страны, ну, не из любой прям, но из многих стран англоговорящих. И это офигенно! А, и я не знаю, почему я не начала этого делать раньше, то есть я занималась раньше на Skyeng с русским преподавателем, и это тоже было прикольно. Но сейчас я перешла на англоязычное, я подумала, всё, хватит мне, надо. И кайфанулась сегодня, у нас был урок первый вообще. Совсем как-то вот именно в душе ты по-другому относишься к этому. И я думаю, что я буду обязательно продолжать. И круто, что у нас в Москве сейчас есть такие, знаешь, платформы, да что угодно, где есть носители. Мне кажется, что это вообще тяжело найти носителя, с которыми будешь заниматься. Да, школа Skyeng вообще кайф на самом деле, потому что я, ну сколько уже, год, наверное? Ты же до этого тоже занималась, да, пару раз, но потом как-то вот что-то... Мы занимались, да. У меня было где-то два занятия, наверное, но у меня, правда, были занятия не с носителем. Это только сейчас я подумала, а почему я вот тоже с носителем не позанимаюсь? Это классно. Но мне страшно, просто мне реально страшно. Я не чувствую себя так уверенно, как Карина, например, вот в плане разговора на английском языке. Ну, знаний не хватает, чтобы спокойно говорить с носителем. Я буду бояться, переживать. Хотя, опять же-таки, вот я помню, когда я в Лондоне была, я осталась одна, потому что я заболела, а все мои девочки уехали на экскурсию. Чё потеряла? Не-не-не, я глаз чешу. И все мои девочки уехали на экскурсию, я осталась одна, как бы, в кампусе, и мне надо было выйти в магазин, я не помню, зачем. И я помню, что я искала метро, потому что там около метро был Макдональдс. И мне было так страшно спросить на улице у людей, как пройти. В итоге я спросила, и я нашла Макдональдс. Несмотря на то, что я тогда натерла себе все ноги, потому что немножко заблудилась, хотя самый класс, что не нужно там приходить кому-то домой к репетиторам, либо чтобы к тебе кто-то приходил, потому что в Skyeng можно заниматься по видеосвязи. И я считаю, что это вообще улет, потому что я реально, мы с Кариной уже как-то обсуждали эту тему, что я в детстве, ну, не, точнее, ненавидела, но не любила, когда ко мне постоянно приходили домой репетиторы по-английскому. И не потому что им там надо чай предложить, конфетки, все такое, нет, просто, ну, как бы чужой человек. А у меня репетиторов было много, и они постоянно менялись, и мне это не очень нравилось. Помочь? У тебя не получится. Ты же не... Ты этой и этой стороной. Да, когда ты из урока английского языка превращаешь часовое занятие в трехчасовое, что-то доехать, дойти, разуться, одеться, накраситься, это от тебя опускает руки, а онлайн это все делать гораздо проще. Ой, я закрыла случайно. Там легко открыть. Вот этот офигенный. Я вижу, я на него и смотрела. Не, нормальная тема, очень удобно, ни тетрадки не нужны, все сразу на платформе есть, то есть как бы... Да, да, сразу ты болтаешь с учителем, и он сразу видит, что у тебя происходит, ну, не на рабочем столе, а на сайте ты сразу выполняешь задания, и он сразу видит, как ты их выполняешь. И может сразу их комментировать, и говорить, эй, ты вообще-то неправильно ответила. Да, брат. Глупенькая. Да, вот. Ну, короче, прикольно. Ну, и с нами, знаете. И если вы переживаете, переживать не стоит. На Skyeng, например, есть вводное занятие бесплатное, где ты созваниваешься с тренером, обсуждаешь что-то там про себя, рассказываешь, тебе определяют уровень, ты подбираешь себе учителя, и ты за это не платишь. Поэтому, если что, как бы ты никому не обязан, знаете, вот, поэтому это очень интересно. Ну, зато, да, это, кстати, кайф, потому что вот так вот репетитору, который к тебе домой приходит, красиво вообще. Репетитор, который к тебе домой приходит, ты же не можешь ему сказать, а, ну это я хотел пробное сделать, я платить вам не буду, мне не понравилось. Да, это ужасно, у меня было такое. Ко мне один раз пришла бабулька, когда я хотела изучать армянский. Я не против, не подумайте о бабулях армянских, у меня у самой, как бы, в общем, таких родственников дофига, люблю их. Но очень было тяжело, потому что она по-русски еле говорила. И мне было тяжело, потому что она мне когда объясняла, это было вот так. «Ну, тут, когда это ставишь...» Я думаю, ё-моё, можно быстрее? Ничего против не имею, но мне было сложно. И она мне ещё такая говорит, «Ну, я тебе свои учебники оставлю, только это было в два раза медленней, а потом этот... Чё мне таскать?» Типа, и я еле как там изхитрилась, постаралась сказать, «Да нет, вы забирайте, чё?» «Ля-ля-та-паля». Мне было очень стыдно, я сразу же поняла, что я не хочу больше. А здесь ты по видеосвязи сказала, «До свидания!» Мне не нравится. Да, до свидания, до следующего занятия, а потом пропал навсегда. Ну да. Всё равно, пока ещё не вошла вот в этот ритм каких-то постоянных занятий на неделе, там, хотя бы три раза в неделю заниматься уже было бы класс. Пока я ещё не могу войти вот в этот ритм, но первые шаги уже сделаны. И так вот, чтобы начать заниматься вот по видеосвязи, сначала я решила пройти марафон от Skyeng, там, короче, каждый день ВКонтакте, либо на почту, но я выбрала ВКонтакте, тебе присылают разные задания, занятия и всякие штучки. Да. Ваши? Да. И ты просто их выполняешь как домашнюю работу, как домашнее задание. Таким образом, повышаешь свой скилл, навыки, и потом ещё ты можешь даже отслеживать свои результаты. Вот, например, за 15 дней, насколько ты продвинулся по английскому, всё такое, так же потом можно опять пройти этот тест, увеличились твои знания или нет, который определяет, какой у тебя уровень английского. Да, на Skyeng, кстати, бесплатный тест на определение уровень знаний есть, так что можете заглянуть просто на интерес. Да, оставим ссылки в описании, потому что вот я обожаю тесты. Особенно такие, которые... Кто-то из животных. Да-да-да. Какой ты актёр из своего. Какое тотемное животное у меня. Так что это классно, всем рекомендую. Что ещё хотела рассказать про этот марафон? Он бесплатный. Да. Спасибо, коллега. Марафон-то бесплатный мой хороший. А бесплатный что? Мы всем любим. Бесплатный это кайф. Поэтому не поленитесь, пройдите. Самое классное, что помимо обычных каких-то там заданий тебе могут прислать несколько классных YouTube-каналов на английском языке. То есть тебе сразу подбирают каких-то крутых блогеров, которые говорят там, да, на английском, и ты их с кайфом смотришь. Также Инстаграмы какие-то англоязычных блогеров могут прислать, чтобы ты посты почитал, например. Это тоже, кстати, вот знаете, такие занятия я люблю, которые вроде бы я и не занимаюсь, но при этом понимаю, что я вижу результат, эффект от своих занятий. Вот, так что классная школа Skyeng. Всем рекомендуем, потому что сам занимаюсь. Слава тоже занимался не один раз. И, между прочим, когда вы там покупаете какой-то пакет занятий, вам от одного до четырех уроков могут идти в подарок. То есть все зависит от того, сколько вы купили уроков сами, какой пакет приобрели. Но чем больше вы покупаете уроков, тем больше, понятное дело, вы получаете уроков в подарок. Поэтому, ну, халява, приди! Это все, это класс. Еще, кстати, вот по поводу английского. Я посмотрела видео с концерта Билли Айлиш, и у тебя тоже в Инстаграме видела, как все подпевали под ее песни. Просто толпа пела ее песни, которые на английском языке. И это же класс! Ведь многие так действительно тоже учат английский просто с помощью песен. Моя сестра, мне кажется, так и выучила. Какая красивая помада! Это что такое? Блеск. Он очень жжет губки. Приятно. Менталовая. Очень красивая. Правда? Угу. Обычно, по-моему. Мне нравится. Возьми, да. Возьму, да. Ой, я же маня. А, сначала я хайлайтер нанесу. Это Urban? Кто это? Decay, да. Decay, да. Есть еще Urban Outfitters. Это одежда. Ой, подружки. На Джастине Бибери, когда мы с Кариной были, там тоже пели. Я вам скажу так, обязательно. Я уже везде это сказала, наверное, тебе это лучше вырезать. Но всегда учите песни. Это так тупо, когда на концерте не знают песни. Вот, например, у нас на разогреве на Билле был какой-то ноунейм, его никто песни не знал. Конечно, в России в целом очень грустно, но люди очень мало изучают английский язык. И нужно повышать проценты. Английский язык объединяет. Он мировой язык. Я его обожаю. Я обожаю смотреть вечерние шоу на английском. Они настолько крутые. Вот, я люблю и вечернего Урганта. Это единственное, там, помимо ТНТ, что я люблю на телеке, знаешь? И поэтому вы можете как бы, ну, расширить для себя этот жанр вечерних шоу, если будете знать английский язык. Ну да, много же всяких классных там зарубежных тоже. Интересные, куда приходят всякие классные звёзды, типа Ариана Гранда там. Так что нужно, мои хорошие, чтобы на концертах не было позорно. Потому что, знаете, короче, очень угарно. От того, что у нас никто не знает английский язык, ну, мало. Нужно повышать, мои хорошие. Да, да. На концерте пел чувак, он включил мне свою песню. И у меня даже в сторис видно, если что, там осталось ещё в хайлайтс, как люди сзади меня, девочка какая-то или парень, не помню, поют. И так реально поют все. Вот, ну, я знаю полностью текст, потому что я его учила. Классный блеск волоса. Я думала, ты говоришь, я чувствую какой-то ментал. Думаю, неужели жвачку я сам мне не предложила? Это, оказывается, помада так пахнет. Офигеть. Эй, где мне такие помады? Почему не дарит мне кто? У меня нету. Ещё одной такой, что ли? У меня их много, я вся. Вот. На, хочешь, нравится цвет? Попробуй. Они все такие, с эффектом ментола. Подружка. Зайка мой. Подойди ближе, что тебя в кадре увидели. Он более розовый, он тоже с ментолом, да? Он приятный очень. Ты что, мне подарить хочешь? Давай, бери. Да, классно. Я всё, дурак, отказываться не буду, спасибо, подружка. Вот всегда бьют, беги, дают, бери. Никогда ни от чего не отказывайтесь. Ну, нет. И от бесплатных уроков. От бесплатных уроков, главное, не отказывайтесь, это вообще. К чему я говорила? Вы типа, это тупо. Это забавно, но это тупо. Это же я, это же просто чистое проявление меня. Я так все песни английские пою. Я не говорю, что это плохо, но это гораздо круче, когда ты поёшь. Конечно, гораздо круче, когда ты знаешь текст. Просто есть английские песни, текст которых я знаю более-менее. Может, не полностью, но там припев хорошо знаю, например. И, конечно, когда я даже в машине их пою, мне намного приятнее, когда я попеваю точно так, как там в песне. А не то, что ты это. Поэтому лучше, конечно, учить просто даже для себя. По-моему, кстати, я смотрела видео Виктории Бони давным-давно, где она рассказывала, как она выучила английский язык. Типа, каждый день она учила там одну английскую песню, например. Ну, может, не каждый день она учила английскую песню, но таким образом она, ну, короче, прокачала свой английский. А у меня есть такие блески, я думаю, их нанести. На лицо, типа? Сумасшедшие. Да, их очень тяжело стирать, но они прикольные, мне нравятся. Что, срок годности прошел? Как по-нет? Не знаю, они какие-то нежидкие. Интригантка. Ты что, как котятушки, на тебе еще хвостик сделать и на концерт пойти? Вами! Красиво, слушай. Прикольно. Не туда нажал. Ай, ну, вытри скорее. А, они уже все на веки вечные, на мне. Ну, там красиво. Таланту тоже, может, сделай так, что у тебя как будто из глаз они вытекают. Никогда не получается сделать симметрично. Еще раз, никогда не получается сделать симметрично. А может, и мне такие сделать? Сделай, да. Меня потом любимый домой не пустит. У меня потом еще 500 миллионов прощений вылезет после такого экспириенса. Ну, у меня нормально все было. Вот так вот вроде трогаешь? Жидкие. Не, они нормально, жидкие просто никак. Блин, под ноготь залезь. Зачем, что там, что жидкие, то есть блестки? Ты почему такой от меня искривал? Ты же видела, что я в инстаграме так иногда помню? Ну, и сделала, но я думаю, ну, есть и есть. А тут прям мне в лицо показала. Всегда они разные у меня. А ты сделаешь с одной стороны? Ну, уже поздно, конечно. А ты делаешь... Прикольно. Ты сделала типа как хайлайтер. Ну, я на одной стороне сделаю. Да ладно. Ну да. Типа я не формалка. Ох, ну ладно, буду странно. А что это за блестки? Откуда? Блогерша она делает. А, да ладно, блин, как круто. Ой, там хочется прыгнуть. Да и у тебя лестница есть. Так, я вроде закончила. Тема, не связанная никак с английским языком. Недавно прочитала в АПШ, что контактные зоопарки будут закрывать 1 января. И это интересно. Я, честно признаюсь, ходила, но я очень рада, что их закрывают. Потому что когда я ходила, до меня не доходило, что животным плохо. И вот только недавно я поняла, что реально, блин, ну извините, я не сразу допёрла до этого. А сейчас, да, я очень рада. Единственное, что писали в комментариях, там же под постом, что типа, блин, вот теперь наверняка, так как животных некуда будет девать, никто не будет заморачиваться, от них типа просто избавиться. И это ужасно. Ну, да, я Карине говорю, вот до этого мы обсуждали, что можно поговорить про это. Я ей говорю, ну может на ферме там тех козочек всяких отправить. Но с другой стороны, мы же с вами, ну, прекрасно понимаем, что на той же ферме в какой-то момент эту козочку, ну, как бы уходит она в мир иной. Поэтому тут, знаете, такой круговорот, и не знаю, ну, даже не знаю, как это прокомментировать. Конечно, жалко, жалко. Но с другой стороны, я, например, свинину люблю. Сложная эта тема. И ещё там комментарий был очень умный, типа, да, возможно, от них избавятся, от животных, но зато это прекратится в целом. И никакие будущие поколения зверят, типа, не будут страдать. И это во благо будет. Ну, да, это хорошая мысль. В целом, вот это всё вегетарианство, веганство, это прикольное направление. Но, если честно, так как мы были выращены на такой еде, и для нас это норма, от этого, конечно, отказаться практически невозможно. Либо очень сложно. Ну, я же говорю, свинину люблю. Ну, да, для нас это норма уже. Поэтому мы как бы живём так, как мы живём. Если бы изначально родители нас вкладывали в другие ценности, типа, это козочка, это твоя подружка, как и собачка, то это уже другое. Но когда тебя сразу, ну, с детства курицей кормят, куриным супчиком, то потом уже, когда ты вырастаешь, есть процент, кто становится веганами, а есть, кто привык уже к этому окончательно, и типа, тебе пофиг. Ну, вот знаешь, мне не пофиг, например. Ну, конечно, не пофиг. Ну, ты ешь, и я ем. Ну, конечно, я ем. Я ем курицу, свинину, телятину, всё, всё такое. Я ем. Но при этом я просто не хочу видеть, как там этих животных, ну, убивают и всё такое. Мы же все прекрасно понимаем, что происходит. Если говорить о том, что было до, я всегда очень боюсь вот в таких темах, потому что они очень такие, знаете, кого-то могут задеть, обидеть. Это очень сложная тема, но вы тоже поймите, что у каждого своя точка зрения на вот такие вещи. И нет такого, что кто-то плохой, кто-то хороший. Просто кто-то не ест мясо и там вообще животного происхождения продукты, там молоко, яйца и всё такое. А кто-то к этому спокойно относится, всё это ест. Но при этом это не значит, что эти люди там ненавидят животных, то что во всех коров там туда-сюда. Конечно, нет, конечно, жалко. Вот почему-то я так думаю, что от того, что я откажусь от мяса, я не спасу там как-то много коров. Это надо, чтобы все отказались. А как все откажутся? Давайте гэнзяп, пуча гэнзяп. Как мы все откажемся от свинины, например? Это чтобы надо все, чтобы сразу. Ну, знаешь, это типа, а-ля, начни с себя. Вот так вот, в песне из Даганда Тимати. Ну, вот я понимаю, да, я знаю. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Да, я знаю. Ну, вот начни с себя. Меня всё устраивает. Говорю, свинину люблю. Ну, всё, хорошо. Знаете, что я не понимаю? Людей, которые становятся вегетарианцами, не веганами, из-за того, что не хотят, чтобы убивали животные. Потому что, когда ты именно из-за этого становишься именно вегетарианцем, но при этом пьёшь молоко, это нелогично. Ведь когда взращивают коров только для того, чтобы она, типа, давала молоко, она, капец, как сильно страдает. Потому что её искусственно оплодотворяют очень часто. Она без продуху, то беременная, рожает, потом молоко. Потом её бесконечно доят, их ужасно, типа, держат в плохих условиях. То есть это тоже животные страдают. Поэтому, когда люди исключают, ну, именно из-за этого. То есть если это из-за здоровья, типа, я не хочу, там, чувствовать тяжесть в животе, поэтому я не ем мясо, но молоко ем, это норм. Но если именно из-за этих побуждений, то мне кажется, тогда веганами надо становиться. Давай, так что не судите строго, открыто говорю, очень жалко животных. Я, кстати, знаю, вот кто-то говорит, типа, надо посмотреть видео, что с этими животными происходит, чтобы... Смотрела. Я тоже смотрела, но как... Я и так это знаю, ну, суровая реальность, понимаете? Нас всех съедят. Раньше, там, динозавры, может, нас жрали и всё такое. Ну, типа, это же круговорот жизни. Рыбка ест, там, этого, акула рыбка побольше ест, рыбку поменьше и так далее, и тому подобное. Поэтому так тоже, знаете, рад. Обрадовать тебя хочешь? Да. Ну, не совсем обрадовать. Мы с тобой месяц, почти не увидимся. Ты конишь. Угу. Почему? Ну, потому что я, когда прилечу после первого путешествия, у меня будут два дня в Москве, не факт, что мы увидимся. Получается, я буду очень стараться, чтобы я в октябре никуда не улетала, чтобы я побольше в Москве побыла. Я давно Машу с Дашей не видела, с тобой тоже редко общаемся. В целом, ну, надо в Москве задержаться. Ну, надоела мне твоя активная жизнь. Мне тоже. Вот из-за этого мы не увидимся. Все ждут влоги с дачи, кукинги и тому подобное. То, что мы раньше снимали, давно так не было. Мы ещё очень много обещали чего, чтобы вдвоём снимать. А как это снять, понимаете? Человека нет на точке проживания. Ну да. Место жительства еще. Ну, нету здесь вообще. А ты в октябре тоже улетаешь. Ну, я улечу на пару дней по работе еще. Красота. Какая динамая. Я какая-то принцесса. Понял из фильма. Как прекрасно. Всем поцелуй, любви. Ты милый принц его мне подарит. Зачарованная. Да, фильм классный. Где она из мультиков в реальный фильм типа попадает. Мне нравится. О, ты пока это делаешь, а я тоже антистрессом буду заниматься. Я сама сделаю этот слайм. Господи. Я вообще не фанат таких вещей. Я тоже. Ну, Варюша меня научила, моя сестричка. И что, как он помогает тебе? Прикольно его жмякоть. Шакира, Шакира. Молдатый. Мы все и поем песню на английском. Я понимаю, что мне для того, чтобы знать песню, достаточно просто ее прочитать пару раз. Ну, не полностью, конечно, но со многими так, потому что ты на слух не воспринимаешь, прочитала норм. Я вообще выучила английский язык, и меня сегодня хвалил препод, американец, между прочим, за мое произношение. И я думаю, что я всего достигла этого из-за того, что я смотрела много американских тиви-шоу, блогеров, интервьюшек, песен. Я постоянно их учила. И... Сырала еще. Да, тогда я, может, этого не осознавала, что это мне помогает, но сейчас я гаваню... Я гаваню? Не гаваней, брат. Я говорю не «Раша», а «Раша» и так далее. Хоть мне не получается говорить идеально чисто, но я все равно не так стремаюсь своего акцента, как раньше, допустим. И вот. Ну, все равно стремаюсь, конечно, потому что он не идеально чистый. Смотрите, что я сделала. Я не люблю такие игры. Для меня это не антистресс, для меня это суперстресс. Это стресс, когда она такая липкая, она испортилась, походу. Ой, она не фипортизается. Это вообще клей, ты знаешь, как это делается? Это очень интересно. Это обычный клей, жидкий, белого или прозрачного цвета. И покупаешь в аптеке загуститель. Добавляешь пару капель, и он начинает становиться густым. Просто, ну, он немножко три дня уже постоял. А у него мало дней, что ли, с другого? Нет, вообще, Варюша говорит, он может и несколько лет стоять. Но, как видишь, Варюшка, немножко клей, видимо, плохой был. Можно не шмякать перед моим лицом на нем? Да. Не знаю, я такое не люблю. Вот мне этот спиннер нравился. Спиннер тоже не люблю. Его стоишь, как этот, знаешь, не любишь? Как ключи, люблю, люблю. Да-да-да, стоишь, как ключи, как будто бы ты такой, это, кавказский мужчина около своего Мерседеса. Знаешь, так и крутишь ключи, его так вот делишь, чего бы подвести, крошка. Кавказская женщина, поэтому и любишь на вас. Да-да-да, мне все такое нравится. Я иногда ключи даже так делаю. Блин, так в Макдональдсе хотелось. Не хочешь? Подружка. А что, я вчера хотела, но не поехала. Думаю, съела в итоге сосиску охотничью. О, на джинсы приклеилась? Она теперь стирает. Ну, давай-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы-мы. Черт, ну за что? Может, вот этим? Ну, давай. Она клейкая. Другой стороной, да. Нет, резко не будет, ее надо именно оттянуть. Я думаю, надо чем-то сюда, каким-то... О, наматываем. Жёстко, зачем я это достала? Вообще выпендриваюсь своими, блин, слаймами Вот и получаю Короче, я думаю, сюда надо какую-нибудь хрень насыпать Типа соли, а потом потереть Чтобы она туда вбилась и как пыль стала Он очень стал клейким Это была классная игра Кстати, помнишь влог мой? Который недавно выходил, где мы с тобой на маникюр ходили Да Что ты ещё сказала, что раньше ты мне на какой-то день рождения Подарила какую-то фигню, потому что мы мало общались Знаешь, я забираю свои слова обратно Это была не фигня Этот плед у меня тоже, я о таком мечтала Он стоил пятёру Да, он не стоил типа как камера с ракет, которую я тебе дарила Но это всё равно был подарок от души Продолжай Нет, а я же не говорю фигня Ну да, надо отчёт везла вас Ну да, не пользуюсь Но не фигня Прикольно, уютно, но просто жизнь у меня не такая Чтобы я сидела с любимым около камина в этом пледе, понимаешь? Я туда-сюда бегаю И поэтому нет времени даже в пледе посидеть В этом классном Он там типа с руками для двоих Да Ну, задумка классная Вот И Карина сказала, что раньше типа мы не очень общались А сейчас больше общаемся И мы с тобой на Новый год загадали, чтобы мы много общались Да И это сбылось Мы очень много общаемся Интересно, что стало? Что именно послужило? Может, то, что я так активизировалась в плане видео? Я думаю, это тоже сыграло роль Мы стали вместе активизироваться в большей степени Просто я начала активизироваться с недели худеющего человека В начале декабря И я начала И потом ты ко мне подключилась В какой-то момент мы стали больше коллабов снимать Поняли, что наша дружба, она более... Она очень интересна нашим зрителям Поэтому мы стали больше снимать А чем в одиночестве, как мы пытались И поднялась статистика везде И вообще всё классно И так интересно много общаться с подружкой Вот я не знаю, я не понимаю, как мы могли раньше Там, ну, пару лет мы особо сильно много не общались Нет, мы всегда много общались Мы всегда были на связи Сюда поддерживали Там иногда виделись Но виделись очень редко Там раз в месяц, может быть Хотя живём на одном районе Рядом со всем Ну, то есть так Тоже не гуляли вместе Вообще не ходили там на маникюры вместе Это вообще о чём Мы никогда не ходили вместе на маникюр А тут... Потому что ты ходила на дом А, ну да, я ходила к мастеру на дом Да, мне даже пришлось придать свой салон любимой Потому что просто с подружкой хочется ходить Там жесть у тебя, я смотрю Так что вот, стали больше общаться Поехали вместе ещё вот Ну, твоим женицем жесть, всё Ладно, поехали Поехали вместе в Болгарию Я, кстати, недавно посмотрела видео Как раз-таки Пушку Где мы с тобой обсуждаем планы на лето И поездку в Болгарию И ты говоришь то, что ты наверняка соскучишь И не поедешь А я такая, не-не, я поеду Ну, я реально поехала Если позовёшь, ещё поеду Позову Ты каждый год ездишь? Да, ну, не уверена, что буду всегда Каждый год ездить Но я буду очень стараться Потому что там, ну, ты не тратишь много денег И, как бы, да, билеты дороговатые В Болгарию какого-то фига Они стоят так, как, не знаю, в Париж или в США Если заранее, конечно, брать Ну, то есть, если, в принципе, в Болгарию заранее брать То, может, нормально, не знаю Но мы обычно всегда берём за пару месяцев Ну, правильно Не так уж и заранее Как могли бы И дороговато Но при этом там уходят деньги только на продукты А ты думаешь ещё, почему мы стали больше общаться? Из-за желания на Новый год? Это сыграло роль? Да нет, просто Я думаю, что мы... Это, знаешь, как юла какая-то или воронка Мы начали... Нет, как паровоз То есть мы начали... Наша дружба как паровоз Мы начали больше общаться Поначалу, возможно Из-за работы Из-за работы И от этого уже, типа, трудно остановиться И не хочется даже Ну... Да и просто я, типа, не представляю Вот у меня раньше что-то случится Я могла Карине там сразу не писать Не рассказывать какую-то историю, что случилось А сейчас я могу просто написать, типа, привет, брат Или даже просто вот до таких вещей дошло Наша дружба настолько стала близкая Что мы стали звонить друг другу Что мы болтаем по видеосвязи В момент, пока убираемся дома, например Либо монтируем видео Или собираем чемодан Либо собираем чемодан Мы как-то болтали по видеосвязи Мерили друг перед другом одежду какую-то Вот как думаешь, взять мне вот это или нет? То есть вот так вот И это так классно Хотя, опять же-таки, мы живем просто Вот я из окна вижу свой дом Да Конечно, пешком тут нормально Полчаса, наверное, может пешочком надо будет прогуляться Но на машине это вообще 7 минут Учитывая светофоры какие-то там вонючкие Очень много факторов этому Ну, я рада Потому что, в принципе, знаешь Мы каждый год на протяжении трех лет загадывали Что давай общаться больше на этот год Но именно в этом году все свершилось Путешествия какие-то помогли И совместные планы, я думаю, тоже Да, а подожди, а куда мы с тобой? Мы с тобой ездили в Испанию Офигенно мы с тобой ездили в Испанию Просто я до сих пор вспоминаю Это была моя лучшая поездка, реально, вот, путешествие Реально У тебя, может, нет, но для меня вообще это было так интересно Нет, это было круто Это было очень круто Просто у каждого свой кайф И свое понимание того, каким должен быть отдых Чтобы он был и приятным, и веселым, и интересным Вот, вот это путешествие Потом в Париж мы ездили вчетвером Че еще у нас было? Болгария две недели Классно! Было хорошо Мы рады Мы рады, да И я думаю, вы тоже безумно рады вообще Вы же всегда ждете от нас совместных каких-то видео И я-то не против Мне постоянно пишут Юля, почему вы с Кариной не снимете это видео? Да я же здесь! Вот он там, вон я, понимаешь? И она постоянно собирает свои чемоданы И куда-то сваливает от меня Просто я не могу отказываться от того Я понимаю, ну, правильно Глупо отказываться Один прекрасный день, ужасный день Прекратят меня звать везде И поэтому я стараюсь как можно больше всего посетить Но это, конечно, тупо Потому что я очень сильно потеряла себя в Москве Вот Ну, то есть я уже, ну, как-то грущу Что я не здесь бываю так часто, как хотелось бы И ладно, если бы я жила в той своей квартире, не о чемской А я бы хотела оттуда сварить Но здесь мне хочется проводить время постоянно И поэтому, конечно, я немножко грущу Завораживает Конечно, завораживает Варюшка же делал со мной вместе Ладно, мне кажется, что Моим джинсам надо уже идти в стирку Моим рукам идти в ракуину Поэтому заканчиваем Надеюсь, что вам было интересно посмотреть такое видео Где мы просто болтаем Возможно, вы так же красились, как мы Надеемся на это Да, ведь в этом и здесь смысл Пишите в комментарии, какие вы хотите еще видеть видео от нас с Кариной Как только она наконец-то приедет в Москву Мы с ней что-то снимем Пишите вообще, что думаете по темам, которые мы с Кариной обсуждали Там про животных и английский Не забывайте про английский язык Я оставлю ссылочки на Skyeng Офигенная школа Skyeng, в которой занимаюсь я, Карина, Слава, Оск тоже занимается И всем рекомендую обязательно попробуйте Как минимум хотя бы марафон пройти Потому что он бесплатный И это даже на самом деле занятно И времени много не занимает, 15 минут всего Поэтому все ссылки будут в описании На нашей страничке канала туда-сюда И у меня есть еще идея Пишите в комментариях какие-нибудь темы, которые вы хотите, чтобы мы обсуждали в следующей пушке Точно Точно Ну какие-нибудь бессрочные Не типа то, что сегодня произошло А мы это через два месяца встретимся Спасибо большое Спасибо, лайки, быстро подписались на этот канал Ну все, пока Субтитры сделал DimaTorzok